всем привет и сегодня я хочу вам показать мою новую организацию хранения ниток мулине раньше я хранила свои ниточки на бобинках вот в таких вот жестяных коробочках ну то все они мне конечно аккуратно стояло это уже не оставьте которые я до сих пор не переместила в новое хранилище но уже оставила просто чтобы показать как это было в целом достаточно это удобно было всегда но когда мне развилось много процессов у меня стали нитки периодически переезжать из коробки в коробку я их отсюда начала тягать потом все это обратно складывать потом опять у меня несколько бобинок куда-нибудь на другой процесс я вытяну то есть когда я начинаю вышивать не всегда у меня уже готовая организация органайзеры я могу просто взять несколько бобинок какого-нибудь там каких-то цветов и начать уже вышивать хотя бы немножко и так эти бобинки расползаются постоянно и когда нужно покупать нитки я могу не досмотреть например что этот номер у меня есть и купить дубль либо не купить той нитки которая у меня есть потому что ну здесь вот например в бобинке не видно сколько этих ниточек там есть ну в общем это было для меня неудобно и плюс еще я совершенно не люблю эти нитки перематывать перематывать нитки на бобинки это для меня просто каторка я также очень не люблю разбирать нитки после вышивки с органайзера то есть их точно так же перематывать опять же на бобинки о это такое такое нелюбимое дело поэтому я стала искать для себя варианты новой организации дубли у меня хранятся ну до сих пор вот в такой вот коробочке шкатулочки вот в обычных пакетиках я заказывала даже себе такие красивые крафт пакетики с прозрачными окошечками но они ко мне пришли к сожалению с браком мне пришлось сделать возврат и наверное это даже хорошо потому что я придумала куда мне определить и вот эти вот целые моточки тоже ну в общем-то зрела давно необходимость переорганизовать свое хранение ниток чтобы это было более удобно без вот этих бесконечных наматываний перематывания туда-сюда и чтобы я могла видеть каких ниток и сколько у меня в наличии есть чтобы не было вот этих ненужных дублей и проще было ориентироваться вот в своем ниточном складе так скажем я пересмотрела кучу разных вариантов у девчонок на youtube самая разная организация и пыталась как бы из каждого видео из каждого с каждой организации подчеркнуть что-то вот свое для себя то что мне будет наиболее удобно и и в итоге я наконец-то наконец-то организовала свои нитки и вот что у меня получилось а получился у меня вот такой вот ящичек пластиковый контейнер контейнер довольно таки большой его размер ну как указано на этикетке 410 на 295 и на 312 миллиметров но я сделал небольшую ошибку я не рассчитала что этот размер идет по самым крайним точкам контейнера в том числе и вот этой вот крышки на самом деле внутри этот контейнер несколько меньше так он удобненько открывается крышечка пластиковая я изначально искала тоже чтобы контейнер был у меня полностью закрытый без каких-либо отверстий чтоб никаких корочек не было не пыль ничего чтобы туда не просачивалась чтобы он был герметичным моплю чтобы этот контейнер был не слишком дорогим и ну вот таким достаточно объемным и размер я смотрела чтобы подходил под мою полочку в шкафу где у меня находятся разные рукодельные принадлежности и вот что в итоге я имею у меня вот такая картотека своеобразная началось все с покупки вот таких вот планшеток планшетки пластиковые с нанесенными уже номерами и сделанными отверстиями и возникла необходимость конечно же их куда-то еще и определить тоже были разные варианты разные думаю я думала но благодаря моим зрителям которые дали мне очень много дельных советов я все-таки определилась с тем как же это все у меня будет выглядеть дальше ну дальше вот до начале была покупка вот этих вот планочек вот такие удобные планочки так которые наверное не фокусе да вот такие планочки изначально на них были нанесены просто номера а вот эти белые полосочки обычного малярного скотча я уже наносила сама но это была наверное вторая покупка вообще всех этих планочек ну или где-то одна из первых дальше уже эти планшетки очень многим вышивальщицам понравились пошло много заказов в типографии которая это делала и они уже учли можно сказать замечания и полосочки уже делают изначально вообще несколько вариантов вот этих планочек сейчас в типографии есть единственное что после такого бурного спроса цена на эти планочки и серьезно возросла практически в два раза но тем не менее вещь очень хорошая пластик такой вот он прочный хороший но тоненькие легкие вот он так хорошо гнется далее я уже задумалась над тем как я буду их располагать и вот пришла к такому варианту я прикупила папочки папки у меня картонные такие вот картоночки с крючочками это папки навесные архивные вернее подвесные вот такие вот такие папки я покупала я их покупала на озоне и вообще все ссылочки на все что здесь есть я конечно же оставлю как обычно под видео кому интересно пройдете и посмотрите вот такие папочки специально вот я оставила эту этикетку чтобы было видно что за папки вначале я купила 10 штук на пробу вообще посмотреть как это получится думала может быть даже я буду резать но нет нет резать я ничего не стала потому что хранение ниток ниток отдельно в каждой папочке значительно и значительно лучше и чтобы эти папочки не сюда вообще подвесить вот в мое вот это хранилище я взяла проволоку 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 толстую так ну вот здесь должно быть видно проволока это диаметром наверное миллиметра 4 но не меньше точно она такая очень прочная муж мне ее обрезал в самом контейнере были сделаны отверстия здесь вот ну просто нагрели проволоку и проткнули и чтобы вот это вот проволока не болталась то есть не выскакивала вот из этой части просто горячим клеевым пистолетом прихватили за внутренней и с наружной стороны то есть наружу вот это все выглядит вот так видно думаю да ну может быть это не слишком красиво но зато никуда точно ничего не убежит и не денется и папочки совершенно замечательно у меня на эти на эту проволоку поместились очень хорошо по ней перемещаются вообще вот эти папки с такими крючками конечно это очень хорошая вещь для ниток в том числе мне очень и очень они понравились мне под одним из видео оставляли ссылку на икею где есть папки пластиковые подобного плана прям по очень хорошей цене но приобрести что-то из икеи в наш город все-таки несколько заморочно и часть папок ведь у меня на тот момент уже была поэтому я решила просто прикупить такие же и все и не заморачиваться тем более что пункт выдачи озона от моего дома буквально в одной автобусной остановке опять же папки изначально были мною куплены просто такие вот картонные да вот такого цвета следующую партию я прикупила зеленые папочки причем сделала я это специально и также меня навела на такую хорошую мысль одна из моих зрительниц за что ей тоже огромное спасибо это удобно когда допустим какая-то папка вынута из этого архива да но допустим здесь вот я папочку достала и все остальное осталось и сразу видно откуда эта папка то есть вот у меня две зеленые папочки соответственно значит эту я вынула отсюда и соответственно я быстренько найду куда же мне эту папочку вернуть очень удобен такой вариант когда они одного цвета мне кажется это не настолько быстро и удобно и так в папочке у меня располагается планшетка с моими нитками вот такая ее я приклеила просто на двухсторонний скотч не знаю насколько это будет крепко но просто степлера у меня почему-то под рукой не оказалось нитки на всю длину здесь располагаются здесь я их просто вот чуть-чуть совсем то есть они у меня вот аккуратненько сложены все да я здесь их просто чуть-чуть вот так вот складываю чтобы не торчали и все и заворачиваю обратно таким образом мои нитки и не пылятся и не махрятся и очень удобно я сразу же вижу каких ниток и сколько у меня есть они у меня нарезаны все нечетко по метру потому что я же с бобинок это все сюда перекладывала перевешивала поэтому длина разная ну в общем и целом она где-то ну плюс-минус метр и соответственно я сразу вижу сколько метров у меня той или иной нити навешана на эту планшетку в этом плане очень удобно да хорошо что я сделала все-таки отдельными папочками это действительно гораздо удобнее и нитки у меня не спутываются абсолютно то есть когда я достаю одну папку соответственно нитки находящиеся в этой папке за другие нитки не цепляются если бы у меня были бы просто отдельно висящие планшетки то конечно было бы гораздо хуже тем более что в моем случае вот мой контейнер он так вот эти папочки заняли место так довольно плотненько то есть у меня они не так уж свободно входят и выходят я думаю что когда я все остальные нитки все таки тоже сюда загружу они прям вообще будут плотничком то есть ну так можно сказать с усилием входит и выходит опять же номера какие номера в какой папочке находятся тоже хорошо видно то есть вот здесь такая же штучка но это же архивные папки соответственно там прилагаются вот такие вот флосмассовые штучки то есть я пишу от и до какие нитки здесь есть здесь белые икру я уже не стала писать я просто знаю что они у меня здесь в самом начале вот от 150 до 169 да ну и вот соответственно здесь у меня так и написано распечатывать я эти бумажечки не стала у меня краска в принтере закончилась идти распечатывать где-то еще мне было просто лень поэтому я написала пока от руки ну может быть даже и оставлю это потому что ну цифры хорошо просматриваются они крупные и все хорошо видно где какая нитка находится это прям вот очень удобно мне прям безумно понравилось и я думаю почему я не сделала вообще такую систему хранения раньше потому как но это действительно очень и очень удобно далее так сейчас я постараюсь найти в какой из папочек я определила где-то где-то у меня была такая ну вот например вот это вот папочка здесь у меня не только то что нарезано но и целый моток я просто взяла скрепочку ну скрепочку я взяла в резиновой оплетки на всякий случай вдруг там она как-то окислиться и заржавеет не дай бог вот поэтому мои ниточки теперь расположены еще и вот таким вот образом так вот я их приспособила я думаю что если мне будет лень их резать развешивать или же просто будет очень много ниток одного цвета я буду их определять вот таким вот образом и у меня кстати так по моему 342 был у меня номер да вот видите у меня этих ниток помимо того что они у меня нарезаны и и вот так вот петелькой до сюда вот сюда прилеплено не видно вам да вот так вот они ниточки у меня еще много мотков ну как много вот 4 мотка у меня есть для работы про запас вот они целенькие их я точно также взяла на скрепочку и определила вместе с другими нитками так что я думаю что у меня вот таких вот моточков здесь будет висеть довольно таки много потому что я все-таки ленюсь их резать ну и вообще действительно когда нет времени может быть или не хочется можно просто повешать и и уже я буду точно знать что у меня есть эта нитка и в каком количестве она у меня есть эта нитка вот такая вот нехитрая система хранения у меня получилось несложная и очень и очень удобная я ни разу не пожалела что занялась что потратила там некоторую сумму денег на это конечно не 3 копейки стоит но и не слишком дорого для подобной системы хранения ниточки у меня здесь просто в отличнейшем состоянии и как бы никуда они не надеваются и не смешиваются и не запутываются чего я в общем-то боялась вот такая красота ну эти нитки все кудрявые потому что они с бобинок у меня перевешены я думаю что со временем они объяснут и распрямятся вот такая красота получилась красиво удобно и вот мне очень и очень нравится все нюансы на мой взгляд ну по крайней мере для себя я учла то есть для меня было до важно чтобы ничего не спутывалась чтобы было все в одном месте и я этого добилась для меня это очень удобно единственное у меня осталось вот эта плашечка не при делах потому что я покупала вначале 10 папочек потом еще 10 папочек я покупала и того получилось 20 а планшеток у меня 21 но здесь такие цвета которые в общем то не на мне кажется у этих цветов не было сроду никогда и будут ли вообще я не знаю поэтому но полежит это плашечка просто отдельно здесь вот в коробочке если когда-нибудь у меня появятся такие нитки я просто прикуплю еще одну папку отдельно и уже ее туда определю общем вот такая вот у меня отличная вещь получилась вот так вот классно все держится все хорошо работает ничто никуда лишний раз не съезжает не падает ничего все хорошо видно все отлично находится уже все что я хотела я вот такой системе я получила и дорогие мои друзья я хочу выразить вам огромнейшую благодарность за ваши полезные дельные советы которые во многом помогли мне организовать такую удобную для меня систему хранения мулины огромное огромное вам спасибо ну и на этом я буду с вами прощаться всем всего самого доброго и пока